Привет, и это Кофе с Тедом. Так что заваривайте кофе или чайок, и давайте поболтаем. Тема этого видео — как влияет возраст на реакцию, время отклика нашего мозга, наших рук на то, что происходит вокруг. Тема эта родилась как раз-таки из комментов к прошлому видео, поэтому можете смело предлагать темы для следующих видео в комментариях под этим. Тема не новая, но она часто служит отмазкой. Подмазкой для ребят, которые, естественно, уже, допустим, 30+, и уже говорят, что всё, моё время истекло, моя реакция уже на нуле, уже, естественно, невозможно соревноваться с молодыми, пускай они соревнуются, ну и так далее. Я здесь согласен, что, да, ребята, которые моложе, с ними тяжелее соревноваться, но совсем не из-за того, что реакция замедлена для тех, кто постарше. Что самое забавное, ребята, что я как раз нашел исследования, которые оценивали в том числе и игроков StarCraft 2. То есть именно по игрокам StarCraft 2 в возрасте от 16 до 44 лет оценивали именно их скорость реакции. И ребята пришли к выводу, что те, кто имеет возраст помоложе, лучше спасают своих виртуальных амплуа, так назвали они их. То есть наших, наверное, солдатиков и так далее. Ну, реакция на какие-то харассы, дропы намного раньше получается у ребят, которые моложе. И при этом те, кто старше, полагаются больше на свой опыт. Есть развернутое исследование, но я с ним хочу немножко поспорить. Ну, сначала давайте еще посмотрим, что я изучил к сегодняшнему разговору. Еще одно огромное исследование, оно уже не брало StarCraft 2, но был возраст тестируемых от 18 до 65 лет. То есть брали вообще, ребят, 65 лет. И идет большая разбивка, именно большая, по типам реакций. Очень много тестов, очень тут интересная история, такая выборка хорошая. Плюс-минус все сводится вот к этой картинке, что, да, скорость реакции замедляется с возрастом. Однако, как и всегда, очень важно понимать, насколько она замедляется и что это значит. Потому что все любят пулять этим как аргументом очень часто. Так же, как один из моих любимых примеров, это, к примеру, ешьте лимоны, чтобы получить витамин С. Но на самом деле в лимоне витамина С намного меньше, чем в том же брокколи. Ну да, он как бы там есть, но его мало. И то же самое происходит с нашей реакцией. Наилучшее время реакции в возрасте от 4 до 13 лет, то есть у самых маленьких. После 13 она уже идет на небольшое замедление. 25-35 еще замедляется. И вот 36+, уже как бы переходит в среднем за отметку 200 миллисекунд. Давайте пройдем тест. Вот, с первого раза, получается, у меня получилось среагировать на происходящее. То есть нужно было нажать в тот момент, когда экран станет зеленым, на кнопку мыши. И получилось у меня отклик 220 м. То есть это уже выше, чем 0,200, да? Это 220. Ну, давайте немножко я в это поиграю. Пару минут. Тут есть как раз средние результаты. То есть сейчас мой средний результат – 216 м. Вот, и после небольшой тренировки я уже добился результата 115 м. Снизив свой средний результат, где-то до 185. Что меня, в принципе, спускает где-то на уровень, наверное, 14-24 года. А мне где-то тридцаха почти. Ну, чтобы могли анализировать. В чем прикол, ребята? Я потренировался ровно 5 минут. То есть с третьей попытки я уже начал делать это задание лучше где-то на сколько? То есть первая моя история была 250, по-моему. Сейчас 185. То есть где-то на 30% я улучшил свой результат за несколько минут. Итак, сейчас мы поанализируем вот это вот классное видео. Сейчас я вам про него расскажу. Оно очень относится к теме. Но для начала давайте скажем так. Так, одна причина, только одна причина, почему молодые ребята реально чаще всего лучше тех, кто уже постарше. Это касается не только, кстати, компьютерных. Это никак не связано с реакцией. Это время. Ребята, время мы вкладываем, чтобы тренировать, чтобы получать новый опыт, чтобы совершенствоваться. И, к примеру, StarCraft 2, как было в исследовании заявлено, что игроки постарше, хуже спасают своих. Так, естественно, персонажей игровых. Эти ребята, скорее всего, не сильно понимают реально сущность StarCraft 2, который идет там на высоком уровне, к примеру. И в StarCraft очень важна механика. То, как вы управляете своей рукой и второй рукой. Тем, что происходит на экране. Для примера, та игра, где нужно было в тот момент, когда загорится зеленый, нажать кнопку мышки. У меня я достиг 180 миллисекунд среднего. Этого выше крыши хватает. Для достойного результата в эту игру, можно так сказать. Но, если потренироваться, можно сделать еще лучше результат. Вне зависимости от того, какой у вас возраст. Самое главное, потренироваться. И вот тут как раз-таки вступает время. У ребят помоложе, просто больше времени тренироваться. А в StarCraft таких задач намного больше. И как мы видели на примере, когда эта задача новая, или мы еще не натренированы, то у нас будут результаты именно хуже по реакции на события, на происходящее. Потому что мозг еще обрабатывает сигналы. То есть мышечная память еще не подключилась. А реакция это исключительно мышечная память. То, как вы можете, в принципе, неосознанно, не обрабатывая долго сигналы, реагировать на происходящее. И ребята помоложе, имеют больше времени, чтобы поддерживать свою механику, свой скилл в нужном, так сказать, положении, для того, чтобы играть успешно. А те, кто постарше, уже занимаются, естественно, работой, семьей, чем-то еще. И время уже категорически не хватает на то, чтобы держать какой-то нужный уровень. Так, откроем это видео пошире, чтобы было лучше видно. И здесь мы как раз-таки сейчас разберем реакцию. То, как она решает конкретно StarCraft 2. То есть я думаю, что на самом деле много кто со мной согласится и примет вот эту точку зрения, что реакция не решает, решает время. Очень сильно, очень сильно, чтобы натренировать свою как раз-таки реакцию. Проблема в том, что, например, я на данный момент могу поиграть, а в следующий раз могу поиграть через 4 дня. Многие играют там одну игру в день. Этого мало, чтобы просто совершенствоваться. Этого хватает поддерживать свою реакцию хоть на каком-то уровне. Вот. Но, ребята, если бы все было завязано на суперидеальной точной реакции, было бы даже где-то многим скучно. Они бы понимали, что у них там нет шансов, например. Потому что есть игры, заряженные на жесткую реакцию, но в большинстве современных игр применяется такая классная техника. Сама по себе задержка. Сейчас мы рассмотрим несколько ситуаций, в которых как бы важна реакция в Старкрафте. И вот одна из них. К примеру, мина, стреляющая в сталкера, и сталкер может увернуться. Мина начинает целиться, сталкер отпрыгивает и не получает никакого урона. Сколько нужно реакции на то, чтобы, к примеру, совершить это действие? Для этого мне придется открыть это видео в видеоредакторе. И в видеоредакторе мы четко видим, на каких секундах и миллисекундах у нас происходит вот это действие. Как же поступают именно в видеоиграх? Они очень часто, а именно создатели, используют такой трюк, как, к примеру, замедление отклика. Потому что если бы мы нажимали кнопку, и в этот момент происходило действие, у большинства людей из-за различного, как раз таки, время отклика и восприятия ситуации, это бы выглядело по-разному. И очень разные слои, так сказать, играющих в игры людей, очень бы по-своему оценивали игру. В играх вводится такая штука, как вы нажимаете кнопку, и при разных условиях там немножко по-разному все это происходит. Время отклика и так далее. Это конкретно в синглплеерных играх на одного игрока. Но Старкрафт это же соревновательная игра, и тут все должно быть честно. Как поступают в Старкрафте? В Старкрафте есть еще одна переменная. Это время отклика сервера. И время отклика сервера для многих игроков это 50 миллисекунд, к примеру. 50 миллисекунд это уже четверть вашей реакции. Это одна восьмая вашей реакции. И вот посмотрите. К примеру, мина против Сталкера. То есть в видео это выглядит вот так. Так, Сталкер подходит, бах, увернулся. Все вроде быстро, прикольно. В момент экшена это выглядит как вау, он увернулся от мины, очень круто. Вот. А по факту это шестая секунда, 27 миллисекунда. Мина начинает целиться. Это вам дает время на реакцию на отклик. И я это очень почувствовал на корейском сервере. Что даже на корейском сервере, даже с пингом 300 миллисекунд, я успевал уворачиваться от мин. Почему? Потому что мина выстреливает через одну секунду. Смотрите. То есть у нее начинается вот этот вот кулдаун. То есть вот этот момент выстрела, он происходит именно через секунду. 7.26. Мина как бы разъезжается. И вот в этот момент вы можете уже начать прыгать, и вы увернетесь. Сколько времени есть у вас на прыжок? То есть мы знаем, что время реакции у нас такое 200 миллисекунд, это среднее для всех. Но вы помните, да, что 46-60, то есть можно сказать, для людей в возрасте, для пожилых уже каких-то людей, время реакции где-то 225-230 миллисекунд. То есть это типа как лучшее среднее такое время. Соответственно, все ли могут увернуться от мин. После секундной задержки, то есть за секунду у вас есть возможность взять и подумать своей головой. Так, меня летит мина, мне надо что-то сделать. И у вас есть возможность взять мышку, перетащить ее, выбрать сталкера, да, вот так вот, хопа, оба, я выбрал сталкера. Подумать, на какую кнопку нажать, навести палец на нее, ну и, соответственно, готовиться нажимать. И вот мина разряжается, и вы, соответственно, делаете блинк. То есть у вас уже была секунда сообразить, что вам нужно делать. Через 100 миллисекунд появляется первая анимация минки. Понимаете, да? То есть только через 100 миллисекунд она собирается начать стрелять. Через 200 миллисекунд она... Мне смешно говорить, насколько она продвинулась. Но я думаю, вы видите сами, да, что произошло через 200 миллисекунд. Через 300 миллисекунд она выстреливает уже в вас. И, соответственно, вам не наносится никакого урона. То есть, в принципе... Я тут понял, что здесь немножко другая метрика, потому что в секунде 1000 миллисекунд, а здесь идет счет до 60. То есть, соответственно, если у нас от появления начала выстрела происходит... Грубо говоря, 7.30 до 8 секунды происходит выстрел. Это 500 миллисекунд. Вот. То есть в Старкрафте вот это время, понимаете, на то, чтобы вы среагировали и нажали кнопку... То есть вам дается сначала предреакция. Вам показывают, смотри, в тебя целится мина. Будь готов. Это мы не считаем даже. Но от момента, когда мина выстреливает и летит в вас в этой игре... Проходит 500 миллисекунд. Понимаете, да? То есть ничто, ну, не может никак вам помешать. Кроме ваших собственных рук. Кофеек сегодня отменный. Вот. И все скажут, ой, так это ж протасы, это легко. Естественно, протасы всегда уворачиваются от мин. Я специально проверил, ну, несколько раз. То есть все это стабильно, это не рандом. Каждый раз у нас реально 500 миллисекунд на вот это вот действие есть. То есть если мы не успели за 500 миллисекунд, мы бабахаем. Бабахаем. Вот. Такое же действие происходит, к примеру, с выстрелом сталкера. То есть вот, к примеру, пример боя. Два сталкера сражаются. И если мы умудримся блинком увернуться от выстрела, мы выиграем это сражение. То есть выглядит прикольно. Да? Типа выстрелы летят, мы уворачиваемся. Кто помнит, я в игре против Найса, Топ Кореи, как раз таки так уворачивался. Но не в этом суть. А суть в том, что, опять же, сколько времени занимает выстрел сталкера. Вот начало анимации. Смотрим на синего сталкера, он начал дергаться. Это 43.32. В какой момент патрон прилетает и засчитывает? Патрон засчитывается в 43.56. Это чуть-чуть меньше, чем 500 миллисекунд. Это где-то 400 миллисекунд. И опять же, у вас при любой задержке, при любой скорости реакции, есть где-то 400 миллисекунд на то, чтобы среагировать на выстрел сталкера. Соответственно, да, патроны могут выглядеть, как будто они летят быстро. Но на самом деле, все забаланшено на 500 миллисекунд. То есть на такую, умноженную на два, самую медленную человеческую реакцию. И шанс это сделать есть абсолютно у каждого. Но, опять же, ребята, штука есть такая, как опыт. Опыт. И если вы постоянно пытаетесь совершенствоваться, думать и улучшаться в различных аспектах абсолютно, вы будете улучшаться во всем и часто находить эффективные решения. То есть, как на моем канале, в принципе, в большинстве случаев я вам предлагаю именно эффективные решения каких-либо задач. И вот тоже опять разберем Старкрафт. К примеру, классическая ситуация, когда бейлинги нападают на мариков. Естественно, разбирать, сколько времени на реакцию вам нужно, когда они просто бегут вперед. Смысла нету никакого. Они бегут намного медленнее патрона того же сталкера. Но, к примеру, в Старкрафте вы занимаетесь различными вещами, вы следите за базой, вы строите новые базы, вы строите здания, и тут на вашу армию нападают. И вам нужно среагировать. Вот это очень классный пример. Посмотрите, к примеру, мы нажимаем атака. Это момент, когда мы увидели, к примеру, на мини-карте, что на нас нападают. То есть, мы поняли. И смотрите, как происходит. Я нажимаю контрольную группу и начинаю отбегать мариками и не получаю никакого урона. И я это делаю, потому что я понимаю смысл контрольных групп. Это как раз-таки уменьшение вот этой вот задержки между действиями. Я понимаю, сколько времени затрачивается на каждое действие. И вот, когда у вас, к примеру, скорость реакции идет где-то там, например, вот ближе к 150, такая молодая, ребята такие еще не способны переваривать огромную кучу информации, обдумывать. У них нет еще опыта. И часто они полагаются только на свою реакцию, ребята молодые. И как раз-таки поэтому вы можете увидеть много реально молодых ребят играют без контрольных групп или еще без чего-то, потому что они как бы и так успевают. Но если так они и будут делать, естественно, они потом начнут замедлять свою реакцию и играть все хуже и хуже. Вот, и поэтому вы всегда можете увидеть в киберспорте, в спорте, вообще везде тренеров, которые более старшие, более опытные, они подсказывают, как это делать правильно, эффективно и хорошо, любое действие. Вот, и к примеру, вот это действие. Есть вариант сделать его без контрольных групп. То есть просто нажать, например, на нас нападают, нажать на миникарту, выбрать наших юнитов и начать отступать. Посмотрите, что произошло, и давайте посмотрим его опять в видеоредакторе. Это на самом деле очень забавно. То есть вот мы нажимаем на кнопку атака, а это значит, что на нас нападают. В этот момент мы, к примеру, строим здесь пилон или еще что-то делаем. Строим соплайку, там, неважно. То есть занимаемся какими-то другими делами, и вот нам нужно среагировать на атаку. И вот какая разница происходит, где реально тратится время. Момент клика на атаку. 23.44. И затем, чтобы провести мышку из, к примеру, центра экрана до миникарты и выбрать что-то, у нас уходит 500 миллисекунд. 500 миллисекунд на то, чтобы мышка прошла из центра экрана на миникарту. Но что самое интересное, мышке же нужно вернуться обратно в центр экрана, чтобы выбрать мариков. И сейчас, по моему прогнозу, пройдет еще 500 миллисекунд. Ровно. Ровно 500... Даже не... Почти ближе к секунде. То есть, ну, почти 500 миллисекунд опять же прошло. Чуть-чуть больше, чем 500. Мы выбрали мариков, и нам опять нужно пододвинуть мышку и начать ими отступать. Таким образом, наши марики отступают позже, на вот дольку секунды буквально. И посмотрите, что остается от нашего отряда. То есть, от нашего отряда остается буквально вот пара мариков. И это вот результат одного действия, которое мы сделали. То есть, мы просто их выбрали и начали отступать. Что же происходит, если мы используем банально контрольные группы? Понимаете, 10-12. Это начало вот атаки мы заметили. Даже 10-30. 10-30 мы нажали на кнопку атака. То есть, начинается атака, мы заметили. 10-58. У нас уже выбраны марики. И это заняло где-то 400 миллисекунд. То есть, просто два раза нажать кнопку в спокойном темпе. Я тут с ума не сходил. Просто нажал атака, нажал 1-1. Заняло где-то 400 миллисекунд. За 400 миллисекунд мы успевали только нажать на мини-карту. Нам нужно было еще вернуться, выбрать мариков и что-то делать. Но, посмотрите, за 400 миллисекунд у вас уже выбрано войско. И вы уже им контролируете. И мы не теряем ни одного марика, соответственно. Вот так вот работает эффективность. Вот так работает эффективность. И вот так вот вы, сохраняя себе по 500 миллисекунд, к примеру, в каждом действии, делая действие эффективно, вы не вынуждаете себя на то, что вам требуется какая-то сверхъестественная реакция на выполнение любого действия. Ну что, ребят, кофе закончился. Мне кажется, получился прикольный анализ, интересные такие действия. Надеюсь, каждый для себя что-то новое подчеркнул, либо интересное. Ну, а вам советую запасаться новым кофе-чаем и писать темы для следующего кофе с Тедом. Ставим лайки. С вами был Тед. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok